МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе событий приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, которая находилась в рабочей поездке в муниципалитете. Глава региона осмотрела инфраструктуру нового вокзала и встретила первых пассажиров. Отмечу, что благодаря вводу этого здания пассажиропоток в Нягоне увеличится до 80 тысяч человек в год. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве. Спасибо. И вы знаете в памяти сегодня старое здание и новое возможности. Я говорю, и старый так красиво украсили. Его даже не узнали. Благоустройство этой территории в Сургуте по программе формирования комфортной городской среды обещают полностью закончить только в следующем году. Но уже сейчас по этим свайным основаниям видно, какого примерно размера будет главная достопримечательность территории – амфитеатр. Сооружение спорное в наших климатических условиях. Тем более это будет уже третий по счету амфитеатр в парках и скверах Сургута. В каждом островке жителей такая точка должна быть. Выйти отдохнуть, погулять. Ну и амфитеатр все-таки, знаете, сейчас достаточно много таких мероприятий, праздничных, поднимающих дух народа. И не только в одной точке собирать, на центральной площади. И организовать вот такие, теми же территориальными нашими сообществами. Поэтому, я думаю, это достаточно серьезно, интересно и будет востребовано. Проект вносился на народное голосование. Жители амфитеатра одобрили. Возможно, потому, что это будет площадка для выступлений с секретом. Самое главное, что я сегодня узнал, это туалетный модуль. Новый термин. У нас появился с вами туалетный модуль, который будет встроен в амфитеатр. Причем и будет отдельно для маломобильных групп, и, соответственно, мужской и женский. Поэтому, это тоже очень интересно. У нас появляются как раз нормальные в общественных местах туалетные модули, которые будут уже соответствовать всем современным требованиям современных городов. Именно для обустройства канализации на стройплощадку уже завезли эти трубы большого диаметра. Во время монтажа инженерной коммуникации в грунте нашли огромные куски бетонного фундамента, который пришлось поднимать из земли. А еще проект немного изменили уже после того, как подрядчики приступили к работе. По проектной документации необходимо было вырубить большее количество деревьев, чем мы сделали на самом деле. То есть мы постарались сохранить именно тот первозданный вид, который мы сейчас имеем. И все деревья, вплоть до ценные, неценные породы, неважно, мы постарались оставить на своих местах, подкорректировав, где-то немножко обойдя теми или иными инженерными конструкциями, либо дорожками тротуарными. Сейчас в будущем сквере выполнили уже все работы, как говорят строители, ниже нуля. Подготовили фундамент, укладывают плиты и бордюры. Уже через 2-3 недели сургутяне пройдутся по новым дорожкам. Стройплощадку частично откроют, чтобы жителям было удобно передвигаться по городу. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра» Сургут. В свой первый пассажирский рейс отправился «Метеор-2020». Новое судно можно назвать самолетом, скользящим по воде. В нем принципиально новая крылевая система по типу утки, которая обеспечивает повышенную мореходность. Новый «Метеор» гораздо комфортнее. Теперь на борту есть раздача горячего питания, внутри судовой, Wi-Fi, система кондиционирования и специально для нашего региона отопление. Предусмотрены все условия для лиц с ограниченными возможностями – пандусы, ширина проходов, кресла и санузел. Стоит отметить, что в целях безопасности на судне есть раздельные непотопляемые отсеки. Специальные условия были созданы для членов экипажа. Это зона кухни и спальные места для обеспечения продуктивной работы команды во время всего путешествия. Ведь автономность судна по запасам топлива и воды до 13 часов, а дальность рейса – 700 километров. Добавлю, что «Метеор-2020» изготовили на Зеленодольском заводе имени Горького, специально для Югры. Все обновления являются инновационными по сравнению с предыдущими проектами. Проверка судна уже произведена в компании «Северный рейсчлот». Мы совершили контрольный рейс, успешно совершили контрольный рейс. Судно доказало все свои характеристики заявленные. Соответственно, компания «Северный рейсчлот» все это отметила в своих документах в соответствующем акте. «Солнце для всех» – объединение, созданное по инициативе родителей детей-инвалидов, которые также нуждаются в поддержке, прежде всего психологической и юридической. Но вместе они стали ставить более смелые и интересные цели. С мая месяца мы уже реализовываем этот проект на базе Нягонского реабилитационного центра и на базе тренировочной квартиры. Каждую неделю проходят у нас занятия. Помимо мастер-классов без спиц и крючка, у нас мастер-классы по верховой набойке. На грантовые средства на это финансирование мы купили пряжи, очень много пряжи, синтепух необходимый. Мы делимся своим опытом и в дальнейшем они могут этот опыт применить при открытии какой-то самозанятости». Одно дело урок в школе, совсем другое дома. Тренировочная квартира – идеальный полигон для социальной адаптации. Благодаря воссозданным реальным условиям быта, лица с ментальными и физическими нарушениями могут почувствовать себя гораздо самостоятельнее и научиться вести хозяйство. «Данная технология подразумевает обучение молодых людей жить самостоятельно. Их обучают специалисты нашего центра готовить еду. планировать свой день. Социально-бытовые навыки прививают. Это утром встал, заправил кровать. Также специалисты посещают совместно с инвалидом, учат посещать магазины, делать покупки. Сделали покупки, затем приходят и готовят еду, к примеру. Затем посещают аптеку, приобретают, чтобы он мог приобрести какие-то лекарственные средства. Затем планировали, ходили в кинотеатр приобрести, начиная с приобретения билета и посещения кино». Благодаря проекту Центра социальной помощи «Солнце для всех» сегодня в такой квартире. С особенными людьми работают инструкторы не только по труду, но и по творческим дисциплинам. Мастер-класс по плетению без спицы крючка и сплюшевой турецкой пряжи – уникальный проект, который позволяет самым простым, приятным и безопасным способом полностью обеспечить себя необходимыми в быту вещами – пледами, подушками, одеждой и даже игрушками. Ожидается, что с мая по ноябрь участниками проекта станут 60 человек. Этот учебный кабинет на день превратился в медицинский пункт. Измерить артериальное давление и уровень сахара в крови, узнать свою сатурацию педагоги могли прямо в перерыве между работой. Мы с собой привезли врачей-специалистов. Это врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики. Делаются скрининговые исследования. Это измерение артериального давления, пульсоксиметрия, измерение частоты дыхательных движений, частоты сердечных сокращений, ЭКГ-диагностика и ультразвуковая диагностика. В дальнейшем каждому педагогу будут даны конкретные индивидуальные рекомендации. О том, что дальнейшее обследование необходимо, порой становится понятно уже после измерения давления. Артериальная гипертензия или то, что мы привыкли называть высоким давлением, основная причина риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Только в 2022 году стационарное лечение в Нижневартовской кардиологии прошли почти 4000 человек. Эта акция очень важна, потому что учитель, он постоянно находится на рабочем месте. У него идёт непрерывный образовательный процесс. И, конечно, очень удобно, когда специалисты приехали, и когда можно посмотреть и уровень сахара в крови проверить, и проверить, сделать кардиограмму сердца, получить консультацию квалифицированного специалиста, не отходя от рабочего места. Визит врачей именно в школу не случайен. Его приурочили к приближающемуся дню учителя и году педагога и наставника. А пока педагоги проходят медицинский скрининг, школьники тоже не скучают. Для них проходит запланированная лекция о здоровом образе жизни и влиянии его на сердечное здоровье. По словам специалистов, именно от сердечно-сосудистых заболеваний сейчас самая высокая смертность. А лучший способ обезопасить себя от этого – это здоровый образ жизни и повышение уровня стрессоустойчивости. Именно об этом и рассказывали старшеклассникам, которых впереди ждут итоговые экзамены. Регина Гауф и Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В «Югре» пройдет первая студенческая диджитал-многоборье. С 13 по 22 октября студенты вузов и СУЗов, а также ученики старших классов смогут с помощью своих знаний выиграть приглашение на стажировку в одной из топовых IT-компаний региона – «Рецифра». Отмечу, что диджитал – это не только программирование, но и дизайн, СММ, копирайтинг, менеджмент и многое другое. За 9 дней студенты, получая поддержку опытных кураторов, пройдут испытания по реально существующим задачам, которые встречаются в работе IT-компаний. Участники смогут расширить свой профессиональный кругозор и найти новые идеи и вдохновения для собственных проектов. Добавлю, что участие в многоборье бесплатное. Регистрация на конкурс началась 1 октября. Все задания будут в онлайн-формате. В этом году конный клуб «Северный ветер» пополнился новыми питомцами. У пони зажигалки родились два жеребенка – рубин и огонек. Также на свет появились шестеро козлят, а скоро появятся и ягнята. По соседству с лошадьми разместился заяц. Его спасли местные жители. Всего в конном клубе сейчас обитает 38 животных. Каждого из них необходимо обеспечить комфортными условиями для зимовки. Необходимо приобрести опил, который зимой сыплют в стойло слоем в 10-15 сантиметров. Также на зиму нужно иметь запас витаминов и средств для копыт. Обязательно должна быть в наличии соль. Она необходима для водно-солевого обмена в организме лошади. И, конечно же, нужно запастись комбикормом, а также сеном. Его нужно порядка 48 тюков. Верблюд Гоша уже привык к северному климату. Почти всю зиму он находится на улице. Резкий переход с холодного воздуха в тёплое помещение может навредить животному. Поэтому ему комфортно зимовать в таких условиях. Но его домик зиме утепляется и обшивается, как и домики других животных. В случае сильных морозов их переводят в денег. Зимой жизнь в конном клубе будет такой же активной, как и в другое время года. Здесь будут проводиться различные мероприятия и туристические программы. Поэтому клуб запасается ещё и дровами. Как и летом, так и зимой мы работаем по одному графику. То есть это с 9 до 5 вечера. В летний период у нас, например, мы могли работать до 7, до 8 и до 9, потому что ещё было светло. Но зимой быстро темнеет, поэтому в 5 часов вечера у нас уже, в принципе, здесь темно. Но последнее занятие в 5, ну, полшестого, то есть как бы ещё проводится. С нынешней осени конный клуб «Северный ветер» начал участвовать в проекте «Пушкинская карта». Теперь посещать массовые мероприятия школьникам стало гораздо удобнее. В ближайшее время, в период каникул, здесь пройдут увлекательные осенние и зимние туры. Мы их развлекаем. У них также шоу-программы, игровые мероприятия. Это такой больше оздоровляющий у нас тур. У них соляная комната, батутный центр в Центре развития семьи, семейные ценности будет проходить. В октябре конный клуб «Северный ветер» примет участие в месячнике добра и заботы о старшем поколении на территории Беловярского района. Для пожилых людей будет организован тур выходного дня. Центр молодежных инициатив проводит фестиваль уже 15-й год подряд. Со дня основания организации специалисты решили посвятить его семье. Желаю всем удачи сегодня. И хоть и сегодня пасмурная погода, пусть у нас будет солнечное тепло на сердце. Давайте создадим сегодня такую атмосферу уюта, тепла, радости и дружелюбия. Всем желаю удачи. Вперед! В этом году программа фестиваля очень насыщенная. Конкурсная часть состояла из трех номинаций. Фотоконкурс «Семейный образ в стиле молодежи города Н», «Генеалогическое древо семьи» и «Семейный пикник». Андреевы первый раз принимают участие в таком фестивале, но сразу решили поучаствовать во всех трех направлениях. В семье четверо детей. Самому младшему Богдану два года, а старшая Полина учится в пятом классе. О семье, как и о любви, немало сложены и слагаются песен и стихов. Одним из них стал рассказ про дружную семью Андреевых, который был написан специально конкурсу. Братик Димит тоже школьник у нас. В этом году уже второй класс. Любит он плавать, гулять, карате. И знает он всех жучков на земле. Есть еще сестра Арина, наша ягодка-малина. Атаманка, хохотушка, моя лучшая подружка. Самый младший брат Богдан, он и правда Богом дан. Атаманка, озорник, озорной он и смешной, самый сладкий и родной. Как говорится в одном известном фильме, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Так же происходит и в семье Андреевых. Подъемы 6 утра, общий завтрак, сборы в школу и детский сад. В таком же режиме и проходят выходные. На самом деле у нас выходные проходят очень быстро. У нас дети ходят на кружки. И мы весь день практически возим их на кружки. Готовились к фестивалю ответственно и креативно. Все вместе напекли блинов, приготовили вкусный пирог и оделись в цвета семьи. У нас уже это корпоративный цвет. Цвет нашей семьи. Когда мы участвуем в конкурсах, это наш корпоративный цвет. Участниками мероприятия стали 22 семьи нашего города. Есть среди них и те, кто участвует не первый год. Семья Олег Первых – одна из них. В прошлом году они взяли гран-при в номинации волонтерства. В этом году удалось одержать победу в фотоконкурсе. У нас просто активная жизненная позиция. Мы занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни. Участвуем во всех мероприятиях города. В жизни каждого человека наступает момент, когда появляется желание узнать историю своей семьи и рода. И тогда с антресоли и шкафов на свет извлекаются старые семейные альбомы с фотографиями и старые документы. Дедушка Гульнары был первопроходцем. Он первый приехал покорять холодные просторы Нефтьюганска. Дети и внуки решили продолжить профессиональный путь и пойти в нефтедобывающую отрасль. Самое сложное было вообще в этом процессе собрать всю семью, потому что кто-то живет за границей, кто-то работает допоздна. И мы все находили какие-то пути, чтобы собраться вместе. Недоцуковые всего два месяца назад переехали в Нефтьюганск из Ставропольского края. За такой короткий промежуток времени уже успели проявить себя в городе и показали свою активную гражданскую позицию. В семье четыре ребенка, и все их имена начинаются на букву «А». Мы с мужем долго встречались, четыре года до свадьбы, и мы все время мечтали, если дочка родится, то назовем ее Аксиней. Архип – это у нас золотой ребенок, потому что родился, единственный внук, солнышко, рыжий, конопатый, золотой ребенок. Анисия – у меня ребенок счастья. Она родилась в Международный день счастья. Я ее так ждала очень долго, в восемь лет ждала. А Аглая – это сюрприз, она как подарок под Новый год. Мы неожиданно узнали. Организаторы позаботились не только об участниках фестиваля, но и о его гостях. Творческая мастерская «Акварель». Мы сегодня будем делать антистрессовые игрушки из шариков и муки. Это вообще просто интересная техника. Можно поучаствовать. Ну и, конечно, Центр молодежных инициатив, как всегда, подготовил массу дополнительных конкурсов. Это и большие игры, и бродилки, и конкурсы. Хотим попрощаться с летом. Замечательным таким настроением. Я делаю антистресс из шарика. Сначала нужно взять шарик, потом туда затолкать муку, завязать его и разноцветными ниточками сделать ему волосы. Семья – это атмосфера полнейшего взаимопонимания, уважения и поддержки. Никакая карьера и никакие деньги не смогут заменить крепкие отцовские объятия и нежный мамин поцелуй, который даёт огромную силу. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». В первой школе советского прошёл мастер-класс по туризму. Для этого в районный центр прибыли преподаватели мастерской талантов «Сибириус», которая базируется в Ханты-Мансийске. Школьники получили возможность прокачать навыки туристско-краеведческой направленности. Юноша и девушки 8-10 классов осваивали навыки обустройства лагеря, а также учились правильно использовать страховочную систему и с её помощью преодолевать препятствия. Отмечу, что первой школой тренировочные занятия не ограничатся. Вплоть до 8 октября учащиеся разных общеобразовательных организаций смогут попробовать себя в роли спортивного туриста. В течение трёх дней с ними будут заниматься инструкторы мастерской талантов. Всего в таких семинарах примут участие более 250 школьников советского от 14 лет и старше. В дальнейшем в течение года планируется проведение подобных занятий и в других поселениях района. Для начала рассказываем ребятам, что такое туризм в его понятии, общего туристского, так скажем, лексифона, туристский быт. То есть рассказываем им, как правильно обустроить бивак, как правильно дать им какую-то базу знаний о том, как правильно всё это делается. И самое основное направление у нас получается спортивный туризм. Спорт – норма жизни. Это подтвердили участники соревнований по спортивному ориентированию «Югорский азимут». Более ста спортсменов из разных муниципалитетов Югры собрались на базе отдыха «Сказка». Локация была выбрана ещё год назад и прекрасно подходит для данного вида спорта. Есть парковая зона, такая лесная часть, есть зона финиша, старта, то есть где можно поставить там зону старта, финиша. То есть всё подходит. Имея хорошие условия, большие традиции, здесь много проводилось различных мероприятий спортивных, поэтому остановились на данном месте, оно как бы удобно находится географически. И наши девушки состязались в шести возрастных категориях от 12 до 35 лет и старше. Каждому участнику вручили карту, компас и специальную карточку с чипом. Она нужна для прохождения дистанции. Задача спортсменов – найти контрольные пункты, отмеченные на карте за наименьшее время. И чем старше участник, тем больше этих пунктов необходимо преодолеть. Вот мы стартовали, я побежала сюда на 40-й, чип у меня не пропищал, и все остальные взяла пункты, кроме 40-го. Но тем не менее, меня не сдвинули пока что. Если кто-то прибежит больше 15 пунктов, то тогда меня сдвинут на третье место. Здесь важна и физическая подготовка. Захар Мирошниченко уверен, что в лесу точно не заблудится. Спортивным ориентированием он занимается уже 8 лет. Дистанцию в 2 километра преодолел за 12 минут и пришел шестым и остался доволен своим результатом. Мне все понравилось, особенно соревнования. Дистанция, конечно, сложная, но в принципе можно пройти. Самое тяжелое – это были точки в лесу. И было тяжелее всего взять. Было очень густое, много очень препятствий. В болотистая местность, много очень холмов и ям. Некоторые КП хорошо спрятаны, из-за этого было очень тяжело. Соревнования были организованы при поддержке окружного департамента физкультуры и спорта и администрации Нефтьюганского района. Они направлены на популяризацию данного вида спорта, что вполне актуально для нашего края. Ведь югра славится густыми лесами и непроходимыми болотами. А спортивное ориентирование отлично воспитывает характер, выносливость и силу духа. Рузана Гладкова, Денис Ичменев, Седьмой канал. Сегодня у нас рождается новый спектакль. Вы сегодня первые-первые зрители, вы увидите его в первый-первый раз. Задача театра прежде всего воспитать, просветить и научить. Поэтому посредством сказки и действиями на сцене до каждого зрителя должен дойти свой собственный смысл происходящего. Коза Дереза – история о маленькой девочке. Мы все равно говорим в сказках о людях, об их характерах, взаимоотношениях. По человеческим меркам, ей лет пять. Примерно так. То есть такой милый, немножко капризный, такой ребенок. Озорная, заводная и веселая сказка про то, как жили-были дед и бабка. И поселилась у них коза по прозвищу Дереза. Козонька миленькая. Расчешен шерстку, шерстка. Ай, ой, гребешок частый, дергает больно. Папка, ты по что такой частый гребешок-то принесла? Другого что ли не было? Детская фантазия не знает границ. Часто ребенок начинает прикрывать свои промахи вымышленными историями, прикладывая вину и ответственность на других. Именно об этом спектакль «Коза Дереза» и о родителях, которые должны вовремя заметить это и предотвратить. Ох, я несчастная! О, гребешная! Ни за что, ни про что на меня напал, меня бедным покусал! Ириш, прикидывается! А кто тут безобразничал? Кто горох потоптал? Ты потоптал? Я! Врешь! Ну? Врет она все! Врет! Не только юные зрители с восторгом оценили спектакль, но и их родители. После выступления еще долго не прекращались аплодисменты и слова благодарности актерам и режиссеру. Я нисколько не пожалела, что мы сходили. Ребенок сперва пришел, у нас тоже как-то скучно, ей здесь было, но вышла в восторге. Когда мы встали с места уже выходить из зала, она говорит, я хочу еще. Это только первая постановка. Юных нефтьюганцев впереди ждут новые и интересные познавательные истории от артистов театра «Золотая флейта». Дарья Грельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова